МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На неделе реальной кухней управляла Анна Золотарева. Предложенные ей варианты концепции работы ресторана оказались провальными и были разгромлены и командой, и самим Арамом. Пока ты будешь говорить о том, что у тебя ресторан, потому что ты вынужден готовить, это будет совок. Накануне вечером приятным сюрпризом для участников стало появление в ресторане группы «Фабрика», которая тоже внесла свой вклад в увеличивающийся с каждым днем призовой фонд. Ребята, у нас здесь вся группа «Фабрика». В тот день участники проекта заработали 122 300 рублей, и общая сумма составила 2 763 700 рублей. Разбор полетов после закрытия ресторана стал шоком для большинства участников. Проект покинули сразу три человека – Максим, Кирилл и Женя. И претендентов на победу осталось шестеро. Я считаю, что остались очень сильные участники. Я ценю каждого из вас. Сегодня Сандро и Анна приехали с ответным визитом к звездным ведущим на радио «Энерджи» и стали гостями утреннего шоу. Каким будет этот день для участников, узнаем прямо сейчас. Морозова, Саймон и Горнастаева. Это «Блэк Туайд» – шоу с чёрным перцем. Скандалы, десерты, интриги, фуа-гра. Если собрать всё это вместе, получится реальная кухня. Реальная кухня на РЕН-ТВ. До финала проекта остаются считанные дни, и сегодня у нас в гостях Анна Золотарёва из Хабаровска и Саня Золотарёва из Саус. Привет! Привет, привет! Ребят, скоро завершится этот ад. Или вы реально жалеете, что проект заканчивается? Конечно, это не ад, это счастье. Я не знаю, мне очень всё нравится. Ну мы были у вас в гостях, вы чуть не подрались. Там просто сидел. В 13-м гостях. Да ладно, там даже… Мы с Олесей. Там у вас в Баню, вы чё, ребята, у нас всё круто. После проекта вы хотите как-то вместе сотрудничать? Может быть, с кем-то вместе сделать дело? Или кого-то нанять в свой ресторан, если кто-то… Конечно, я всех возьму на работу. Я с тобой пойду. Победа в этом шоу стоит того, чтобы все эти испытания пройти на глазах у всей страны? Ну, за себя могу сказать, что да. История интересная, да, как из грязи в князь. Из князи в грязи. То есть… Из грязи в грязи. Из грязи в грязи. Да, то есть сегодня управляющий, завтра его на мойку ставят. И как люди это воспринимают, как его другие воспринимают, поддержат они его или нет, или наоборот, они его затопчут. Ну, ты топтала? Ты сама топтала? Топтала, вот только недавно меня топтала. Конечно. Выскажись, выскажись, пожалуйста. Александр, ты в себе висишь недостатки? Не, ну, в каждом человеке есть недостатки, но я считаю, всё это ерунда. В ресторане, в чём твоя эта ситуация? Да нет, в ресторане у меня нет никаких косяков. Ну, ты никогда не признаёт своё ощущение. А ты в чём я должен, если я профессионал? У вас есть редкая возможность слушателей Радио Эннджи, которые могут стать вашими клиентами. Пригласите их в свой ресторан. Ну, я скажу коротко и ясно, мы не нуждаемся в рекламе, но если вы к нам зайдёте, мы будем вам рады. И, конечно же, сделаем праздник для вас. Я хочу, чтобы мои гости чувствовали себя как дома. Давайте пожелаем ребятам в финале удачи. Хотя, желая удачи им вместе, мы желаем увидеть драку. За победу наш победитель будет один. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо большое. Весело проведя утро на радио, Анна и Сандро спешили в ресторан, где их уже ждал Арам и немногочисленная команда. Наступила счастливая финальная неделя. Управляющего не будет. Вы все будете в равных условиях, будете тянуть жеребий, будете попадать на кухню или в зал. И сегодня единственное распределение, которое я себе позволю, это разбить вас на тройки. Дальше будем тянуть жеребий. Значит, первые тройки я хочу видеть Станю, Сандро и Сашу. Арам Михайлович, он ресторатор. Как скажет, так и будет. С его мнением, ну, я бы спорить не стал. Итак, у нас вот есть две команды. Олеся, передо мной две карточки. В одной из них написано «Кухня», в другой из них написано «Зал». Выбираешь? Ну, что тебе подсказать? Я не знаю, что ли тебя будет. Экзамен в школе. Ну, что вы так смотрите? Итак, команда Ани, Валера и Леси работают сегодня на кухне. Мне интересно на любой позиции. Периодически выхожу на кухню. Я же так понял, что ребята все хотят себя на кухне попробовать проявить. Команда Тани, Сандро и Саши работают сегодня в зале. Татьяна первая имеет право выбрать себе позицию. Менеджер зала. Я к ней сейчас очень хорошо отношусь. Хоть и первое время как-то я могла по-другому о ней отзываться, но все-таки время берет свое. Прекрасный вообще человек. Я думаю, у нее все получится. Ну, а теперь Валера выбирает себе позицию на кухне. Повар. Валера – простой повар. Анна, твоя очередь. Аня тоже простой повар. Таким образом, сегодня шеф-поваром нашего среднеазиатского ресторана становится Леся. Леся, я надеюсь, что она сейчас будет немножко другая. Она даже уже сегодня вообще прям душка такая. Такая веселая, позитивная. Сейчас идем в зал. Ребят, ну пока не расходимся. Мы были сегодня с Анной на Радио Энерджи. И Саймон Морозова и Горностаева презентовали вот такой вот прекрасный торт. Спасибо, Радио Энерджи! Спасибо! Спасибо! Я хотел бы представить вам шеф-повара ресторана «Чайхана» номер один Ахмата. То есть у вас есть замечательный повар, на который вы можете опереться. Поэтому сейчас вместе с Васей и Ахматом вы сели, накидали меню. Мне кажется, что для вас огромное счастье увидеть, как это делает настоящий носитель культуры. Но идеи вы предлагаете все. Идеи по меню сначала, а потом уже идеи по тому, что это в зале нам сделать. Мне с Васей очень комфортно. Вася супер. И настолько мы с Васей вот понимаем друг друга. Я считаю, что Вася – это тот человек, которому можно доверять. Определив с поварами-консультантами меню на вечер, команда реальной кухни приступила к приготовлению среднеазиатских блюд. И первой на очереди была шурпа. А вы никогда не обжарите на шурпу? Нет. Сразу варить, да? А как он подается, вот только большие куски кладете, а в порт? Ну, выливаем, потом уже кусочек этот порежем. Потом порежете, да? То есть достанете, потом в пирот порежете. Потом, пока в бульоне будет готовиться на суп, и уже в конце вы вернете туда мясо. Отлично, я все поняла. Работа идет. Душа радуется. Поклаву стали делать? Арам Михайлович, вот это. Золотые люди, наконец, сбылась моя мечта. Вот и моя. Самса с сыром и зеленью, баклажаны по-сирийски, козанки. Ну, великолепно. Красивое меню такое получилось. Я уже есть хочу. В то время, как участники готовили блюда среднеазиатской кухни, Арам по очереди вызывал в кабинет для откровенного разговора оставшихся претендентов на победу. Я тебя позвал, потому что тебя могли 25 раз уже выбрать. Да, точно. Я предлагаю тебе включить мозг и подумать, как можно сделать так, чтобы я увидел, какой ты организатор. Я всю жизнь привык бороться. То есть борьба для меня – это самое главное в моей жизни. Если я занимаю какую-то роль теневую, мне это не интересно. Ты хочешь быть ярким лидером? И поэтому я лезу во всей ситуации. У нас на кухне 6 мойек. Эти мойки для вас. Если есть здесь мойка, давайте не будем лезть сюда, яйца полоскать. Вот Валерий, официант, который вас... А я могу объяснить или что? Я вынес нормальное блюдо. Что я могу объяснить? Во-первых, не таким тоном. Что ты раздуваешь? Поменяли и все. Что-то тебе, наверное, скандал или что? Ну ты ж такой весь крутой, а я на тебя внимания не обращаю. Что такое? Вот какое, да, вот такое. А как ты меня заметил по-другому? Мне нужно заявить о себе. А кто вкуснее всех готовит? Ну, Анна где-то в чем-то была сильна. Конституция какая-то? Как тебе не хотела? Отлично, отлично. Слушай, сегодня супер, супер, молодец. И Сашка был в чем-то силен. Анют, я думаю, тебя человек сегодня не подведет. Овощи нереальные вообще просто. Ну вот, а то все, Санек у нас спит, что-то ходит. Глянь, что, можешь же? Можешь же? Таня не очень вкусно, ты проиграй его. Ну, Таня десерта только я у меня видел, а так особо я не видел каких-то таких проявлений. Мне самой понравилось то, что ты приготовила? Ты пробовала его? Пробовала. Вкусно? Вкусно. А теперь я скажу, насколько это вкусно. Это есть невозможно. Валера тоже, я не знаю, он меня убивает своим вот этим вот томлением, замучиванием продуктов. Если ты будешь лезть постоянно в работу поваров... Я буду лезть во всю работу здесь. Давай посмотрим, что с этого получится. А кто, ты считаешь, здесь незаслуженно находится, в этой шестерке? Самая слабая, это Татьяна и Валера. Валера. А кого бы ты вернулся с тирковой, я выгнал? Только Максим. Только Максим. Вот дай я тебе просто на лбу напишу четко. Нет. Ой, что? Не надо. Дай, говорю. Нет. Я пальцем. Уже пальцем. Нет, нет, нет. Ты что, дурак? А кто? Выс. Давай, давай. Вот и все, а что ты орал-то? Как маленький. И реально, вот это, мне кажется, это было бы с кем посражаться. Я не знаю, это человек, душа. Откроем его, Вась, что там? Там что-то готово. Там жесть. Нет, ну это, может, помыть, проблем нет. Но проблема в том, что потом будет нагреваться. Давайте плов на этом буду жарить, а готовить уже на кастрюлю буду. А ты, вон, пока поможешь его, зачем? Сейчас тогда это, сюда, на плов, от казанки баб, какую-нибудь кастрюлю там приготовим. Давай. Неплохой парень, да? Так как он пришел вместе с Василием, ну, мне кажется, им надо поставить плюс пять, за то, что они встали и помогли. Мне тебя очень приятно видеть, потому что я тебя вот помню. Было очень закрыто, на самом деле. Это я чувствую. Сейчас мне кажется, что ты, снежная баба, немножко растаяла. Да, наверное. Расскажи мне вот эти отношения твои с Андро, которые водоражили всю Российскую Федерацию. И крысы позорные. Да, конечно. Ты свой рот закрой. Ты чего не ходишь за личность? Ребят, я сейчас сломаю. Закройте паршивый рот. Я сказал, закрой рот. Паршивая девочка. Андро – провокатор негатива. Я в какой-то момент велась на это все, а сейчас просто перестала обращать на это внимание. Он успокоился или нет? Нет. Он хитрый очень. Жулик. Жулик, одно слово. Да. В профессиональном смысле тоже жулик? В профессиональном смысле я его вообще не вижу. Он же бегает, конфликты улаживает с гостями. Я три раза перед вами извинялся. Вы продолжаете гундосить. Мне нужно применить силу сейчас, чтобы вас вывести. Спасибо. Какую имеете право силу? Какую? Я управляющий этого заведения. Я не вижу его ни в чем профессионалом. Ну, у него бы какие-то с детьми разукрасился и играл. Дядя-клон будет за тобой ухаживать. Хорошо? Вы даже в тот день, когда он с детьми играл, вы его поставили все практически максимальный момент. Мы его похвалили, конечно. Сандро, я покорена. Потому что я просто в восторге, в восторге. Два часа уже прошли. А вы бы это видели. Думал ли я, например, или ты, что ты будешь шеф-поваром реально чиханой? Ну, вот как это было? Звезды на небе. Да, да. Звезды сошлись. И я надеюсь, что сегодняшний вечер будет яркий достаточно. Мне так хотелось бы... Так оно и будет, Арам Михайлов. Пока Арам провоцировал участников на откровение, Василий Емельяненко начал сложный процесс приготовления пахлавы. Вайс! О! Пахлава с твоей пухгалкой. В итоге 30 минут. Первый раз 15 минут, чтобы тесто прогрелось. Потом масло с маслом 10 минут. Потом сироп еще 10 минут. И все, ставишь остывать ее. То есть ее в противне, да, будем делать? И потом резать? Будем делать в квадратных вот этих штуках. Ага. Вон, черные стоят. А вы зачем такие глубокие? Я считаю, у него опыт есть такой, что я ему там задаю вопросы, а он отвечает, что-то там можем как-то какие-то вот мнения сходятся, не сходятся. Но все мнения сходятся. Восемь слоев. Да. А я думала, она тоненькая, вот такая. Нет, а мы будем делать вот такую, потолще ее. Она потом же спекается, стекает, там этот сироп внизу остается, она уменьшается немножко. Откровенно говорить будем. Я же говорил с тобой, когда ты пришла, только нашел. Теперь уже столько времени прошло. Что-то изменилось в твоей жизни? Ну, знаете, я всегда очень ответственно к работе относилась. У меня прибавились знания в плане кулинарии. Я, наверное, теперь знаю, куда свои амбиции деть. Когда попадаешь в коллектив, где ребята очень опытные, это просто бесценный опыт. Любое замечание каждого из ребят я принимаю, потому что у всех есть свои какие-то фишки, да, свои знания. И, ну, это круто. Ты руководила неделю. Тяжело это было? Коллектив достался уже на самом пике, когда у всех очень напряженное состояние, когда все переруганы, и каждый друг на друга таит злобу, то есть, ну, вот это все. Да дело не в порции. А в чем дело? А я в порции выходила 150. Да что ворвете все? Я когда к вам приехала в ресторан, у меня сразу мозги на место встали. В плане уютной атмосферы, то, что я у вас в ресторане почувствовала. Чем отличается этот ресторан от любого в России? Сейчас я вам скажу то, что вы сразу поймете. Здесь нет ни одной детали, которая бы не принадлежала мне. Вот, видишь, своим главным соперником в этом финале. Наверное, лещ. У нас просто характеры очень похожи. Хорошо. Это мой будет. Держите, надо поярче. Жесть! Нет, только надо будет снять сердце. Да я понял. На голое тело. А где это? Когда хочешь чаевые большие, вот так вот делаешь. Ой! Ой! Во-первых, хочу спросить, какие ощущения? С одной стороны, конечно, хотелось больше практики ресторанной темы. А у нас немножко, вот сам весь проект превратился в выяснение отношений. Конфликты, скандалы меня, конечно, немножко напрягают. Как это нет? Мы с Татьяной договорились, как они считаются. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Какой стать? Нет. Потому что мы с ней так договорились. Нам так с ней... Почему без маловедомого? Все, иди, осисти. Какой-то новый. Внешне со стороны смотрелось, что человек, который вызывал у тебя наибольший негатив, Сандро, выполнял твои задания. Я ничего против Сандро не имею в плане профессионального качества. Он очень много слушал с момента того, когда он хамил и дерзил, мне называли меня теткой. Помните, была такая ситуация? Давайте начинай с того, что тетя – это прекрасная домохозяйка, которая отдельные блюда готовит очень вкусно. Он сам потом подошел ко мне и извинился. Просто, мне кажется, у него немного искренности не хватает. Ну и что, и Саша у тебя до сих пор тянется обидой. Он постоянно хамит, дерзит, воздражает немножко, хотя ему есть чему поучиться. У тебя в кулинарной школе так учат, да, готовить? Саш, давай воздержимся. Не, мне просто интересно. Не, не, я хочу записаться просто туда же. У тебя хорошая база знаний. Я просто боюсь, что мне денег не хватит. Да нет, Саша на беду не тянется. Я уже все сказала, что о Саше думает. А кто, наоборот, тебе в проекте поначалу? Я по-другому на Олесю посмотрела. То есть она мне была реально сначала вообще противоречена моим принципам жизни. Какая Таня, она еле лык вяжет вообще. Она, во-первых, ничего не знает. Она три раза сходила в какую-то крутую школу, но, ребята, это мало, согласитесь. А Таня, тетя. А потом, когда мы с ней нашли общие точки соприкосновения, она искренне и порядочный человек, и не лицемер. Таня, что, как дела? Ты таблеточку взяла? Я уже две таблеточки взяла. Ничего не помогает. Иди от полежи на диванчик. Если все отбросить лично, кто самый сильный с точки зрения кухни? Валера сильный, но вкуса не хватает. Немножко все попыхивает деревенчины. Колхоз, зеленый. Колхоз, да. Нормально. Корхотик тоже отдыхает. Они ненавидимы на рассуждение. Есть какой-то у тебя в голове соперник главный? Аню я вижу победителем. Ну и тебя, конечно. Олеся, что думаешь, тест мяса-то надо провести, да, попробуем? Обязательно. Обязательно. Великолепно, я бы сказал. Мясо беленькое. Говорилось сейчас уже почти до конца. Учитель, только за манер. Да, хорошую баранину сегодня купил. Ну, Вася мне просто как человек симпатичный. Поэтому, ну, вообще, ну, круто, молодец, конечно. Мне кажется, он выбирает самое простое, что вот. И приносит это нам. Что изменилось для тебя, как для человека, как для профессионала? Для себя я, ну, наверное, закрепил выдержку. У меня теперь вообще остальные нервы, на мой взгляд. Начал уважать людей, которые работают на мойке. Потому что, ну, это адский действительно труд. Ребята, разбирайте свою посуду, пожалуйста. Сейчас я разберусь. В противном случае вся посуда пойдет на продажу. Бунт на мойке у нас. Я понял, что я неплохо могу работать в зале, что, в принципе, так же и за баром. Но единственное, что мне, наверное, понравилось, это работа на кухне. Кулинарный оргазм. Такое понятие использует небольшое количество поваров от того, что они прутся от приготовления всякой пищи. Вот оценивая. Есть люди, которые поначалу тебе показались какими-то не очень приятными, а потом вдруг проявились. Сначала я пугнулся, наверное, от Максима. Ну, первый раз, когда я его только увидел. Повторяю, если у кого-то какие-то вопросы есть, обращаться ко мне и к сушев Кириллу. Понятно? Да, все. Ну, он такой, ну, на самом деле, в дальнейшем потом он нормальный, хороший мужик. Так же, как и Сандро. Хотя, конечно, у него рот не закрывается, но тем не менее он хороший человек. Сандро, у меня здесь такой успокоитель. Давай сделаем так, чтобы мы друг друга наносили. Ты лишний раз меня не дергаешь, я лишний раз тебя не умею. Окей? О, не смеши. Ну, с Татьяной я, допустим, не могу найти общий язык. Ну, вот у нас как-то, видимо, не заходится почему-то. Ягоды ты кому-то выносил? Да. Зачем? Детям. Смотри, она маленькая какая. Со мной нужно посидеть. Я спросил у шеф-повара. Да, устроишь? Ну, Тань, прости, я спросил у шеф-повара с Олесей. Было хорошо, наоборот, у нас отношения ухудшились. Мы стали, ну, практически не общаться так друг с другом иногда. Чем-то там польем. А что ты на меня-то быкуешь-то? Ты мне сказал, я слышал. Я тебе конкретно повторила фразу, спросила, Саша, ты слышала это? Ты мне сказал, да, я слышу. Что, Валера с Кириллом о чем-то разговаривали? Куда ты заднюю даешь сейчас? Сама ты заднюю даешь. Я конкретно сейчас говорю про эти слова. Слышь ты, сопля, иди сюда. Скажи мне, пожалуйста, а вот самые яркие эпизоды твоего пребывания на проекте? Когда минюаны так вот прям хаяли, я вызвался. Это была такая, знаете, некая внутренняя победа над самим собой, что все-таки у меня это получать, я могу это делать. Я постараюсь сегодня сделать вчерашнее меню немножечко лучше. Вызвался грузин, полюсов кузов. Да, спасибо, Максим. Стыдно было, стыдно было, когда вы меня отчитали за вешенки. Это что, вот так вы вешенки пожарили? Да. Вы что, издеваетесь, что ли? Вешенки должны быть хрустящие, ребята, вы чего? Они должны быть... Коля. Откуда вот этот белый, вот эта жижа, откуда взялась эта? Да, я за масло. Зачем? Я говорю, проще, можете пожарить просто, просто пожарить. Да. Вот смотри, внутри... А, вот это лучше. Ну, твой вместе я бы задумался насчет тех претензий, которые все-таки они все вместе выражаются. Саша, твоя звезда, она как-то не гаснет, и ты очень любишь поучать. Ну, хотя, мне кажется, тебе и у меня тоже есть чему поучиться. Кто самый главный конкурент? Сандро. Он, конечно, балабол, но вот в зале ему, наверное, нет равных. Великолепно. Великолепно. Ну, я уверена, что сегодня будет отменный ужин. Да, я знаю. Прям вот на 100% в точку. Скажи мне, а кого ты считаешь своим главным соперником? Я никого не считаю. Ну, как, вот осталось, кроме тебя, 5 человек. И будет такой момент наступить, когда сколеснутся двое. По человеческим и по профессиональным качествам я бы хотел видеть Аню. У нас с тобой что на кухне много общего, ну, что видишь, по взглядам на вещи много общего. Поэтому мы с тобой сошлись и думаем. А там, посмотришь, говорю, давай, вот уже тут осталась финишная прямая. Давай дойдем уже с высоко поднятой головой, я считаю. Я бы с ней разделил бы приз, и мы бы поехали домой. Ты золотой человек. Вот сразу видно, что наш человек не такова наша Аня, я тебе сразу скажу. Ну, может, я такой. А кого ты не видишь? Ну, я думаю, самый слабый из нас – это Татьяна. Олеся. Она хороший специалист в зале. Она на кухне, она помощник повара. Она ходит режет, она ходит командовать. Ты понимаешь, что у тебя сейчас из 3 килограмма в инге, Макс, получится просто вот так вот столько. Давай я сам разберусь, Лесь. Не надо и везти. Давай я сам разберусь. Занимайся кухней своей. А скажи мне, вот в чем загадка, Сандро? Деньги любит больше, чем людей. У него очень сильно в делах проскальзывало я и деньги. А люди у него были на третьем плане. Еще один раз ты такое скажешь. И что будет? И что будет? Вот будет второй штраф. Задайлись ты своими штрафами. Два штрафа на валере сегодня. Мы очень рады, что вот вам помогли. Я надеюсь, что сегодня будет один из самых вкусных дней в вашем ресторане. Ахмат, спасибо вам и вам, Василий, особенно. Спасибо большое. На самом деле все выглядит очень вкусно и аппетитно. Мы почти все приготовили. Нам осталось это просто раскидать по тарелкам и оформить. Удачи вам сегодня отработать. Спасибо. Покормить гостей. Спасибо большое. Спасибо. Увидимся завтра. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста, садитесь за столик. Мы рады приветствовать в нашей Чайхане. У нас сегодня восточная концепция. Очень интересное блюдо. Посмотрите. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Позвольте, прежде чем вы ознакомитесь с меню, я предложу вам воды. Архыс. Это вкусная горная вода, действительно, природного происхождения. Она добывается в предгорьях Тибердинского заповедника. Что такое вкусное здесь есть? У нас много чего есть, дорогой Николай Чайханович. Чайхан Чайхан Чайханович. Хотите, вот вам я могу даже предложить пройти на нашу. Пойдем. Посмотреть. У нас готов клоф, шурпа. Казан кебаб? Казан кебаб. Ой, как вкусно. Да. Останется только дайский. Клоф. Я его буду с одной стороны на другую, чтобы он не замноживался. Не, это самое первое. Положи мне чуть-чуть его попробовать. Хорошо. Приятной неожиданностью для участников стало появление в ресторане популярной группы «Мобильные блондинки». У нас сегодня средняя азиатская. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Сегодня я буду вас расслуживать. Мы удачно зашли. Слушайте, вот это название. Ачик-чучук. Совершенно верно. Это салат из помидоров и белого луга. А вслед за звездными девушками на реальную кухню пожаловала группа «Корни». Добро пожаловать в нашу реальную чихану. Я думаю, что мы вас сегодня удивим в среднеазиатской кухне. Ой, вы знаете, а мы такое любим. Мы очень старались. Я хотела попробовать шурпу. Подошел Валера. Ты вкусил меня за палец. Мало сыра. Аня, на баклажанах мало сыра. Побольше, пожалуйста. Хорошо? И все, вот видите. Я осталась почти без пациентов. Слушайте, про вас много говорят, что у вас очень вкусная еда. Видимо, да. Я поэтому, кстати, сюда и пришел. И ребят позвал. Приятно слышать от вас. Надо вот все попробовать. Саша угощает, поэтому... Нет, что это? Друзья мои, что значит угощать? Как это? Ты еще нас пригласил. Я пригласил, но платят, как каждый сам за себя идея. Об этом и не договаривались. У нас сегодня группа корни. А хочется Иванушек. Но корни тоже прикольно. Хотя помоложе были, красивее были. А сейчас что-то подразделись, пацанята. Было приятно их увидеть, конечно. На телевизоре они покрасивее что-то. Девчонки, а мы с вами познакомились? Да. А вы случайно не поете? Случайно поем. А вы случайно не поете? Да, мы Иван из Интернешнла. А вы, наверное, группа Африка. Да, вы группа Африка. Как давно хотела с вами сфотографироваться. Нет, девчонки, извините. Ну, пожалуйста. Сегодня выходной, да? Вот, к вам Александр. Кстати, не буду вам чайничать. А дамы, а позвольте уточнить, это вы же группа мобильные блондинки, да? Да. Очень приятно. Мне, видимо, сегодня повезло, вас отслуживаю. Спасибо большое. Спасибо. Дайте мне две тарелки сейчас глубоких. Да. Анна. Что? Передай. Я задумалась. Но главное не перегнуть палку. Я вам думай, ему знать меру, да. Короче, в душе поговорим сегодня. Короче, дома поговорим. Мама, я последний раз слышу тебя забеременеть из этого дурдома. Слушай, а можно тебе попросить кипиточку, чтобы дали? Да, конечно. Две секунды сейчас даю. Я, кстати, могу помочь вам, не хотите? Здрасте. Здрасте. Привет. Нет, помогать мне надо. Как у вас дела? Нормально. Я не думаю, что. Ничего, тоже так. Мы вас знаем. Спасибо большое. Мы так повзрослели, знаете. Слушайте, ну уж один след прошло. Один след, да. Это много. Как один след? Кстати, у вас очень вкусно. Да, спасибо большое. В общем, я не буду вам особо мешать. Спасибо. Приятного аппетита. Это очень кстати. Спасибо. Я вас... Вот смотрите, у вас сегодня среднеазиатская кухня. Здесь редиска с мясом. Чем заправлено? Вот вы мне скажите. Майонезом. Майонезом. Специи. Ни одной восточной нотки я здесь не уловил. Сама редис длинная, ташкентская. Да при чем тут редис длинная, ташкентская? Или вот эта девушка смотрит из мобильных блондиных. Здрасте. Вот мы тут салат обсуждаем. Привередливому гостю не понравилось ни одно блюдо. И он потребовал шеф-повара. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Олеся, я шеф-повар. Это ресторан. Это вы готовили, да? Это готовили мои повара. Мы заказали салат «Чик-чук-чук». Там были помидоры с луком. А в чем чук-чук? Помидоры и лук. Никакой восточной нотки. Можно было заправить, я не знаю, кунжутовым маслом. Если мы посчитали бы нужным, мы заправили, но нам нравится именно такой салат. Вы делаете то, что вам нравится. Нашим гостям он тоже очень нравится. Можно было чесночка туда сделать. Прошу прощения, какие-то проблемы? Нет, нет, все нормально. А вы владеть хотите? Я прошу прощения, Татьяна, можешь вынести молодому человеку книгу «Жало» по предложению. Просто на них не очень много работы. Давайте я вам помогу. Не надо, заходи. Нет, давайте я вам помогу. Мы сами спросим. А любой человек может... Категоричность Олеси еще больше вывела гостя из себя. И он пошел искать поддержку у других посетителей. Девочки, вот я сейчас даже не мог высказать свою претензию. Хотя они были очень обоснованные. Шеф-ховар говорит, нам нравится этот вкус. То есть не нравится – вали. Я хочу пойти на кухню, показать, как правильно готовить баклажаны. У вас как будто какая-то больница. Я вырвался, и вы меня пытаетесь успокоить и задвинуть на место. А можно еще? Да, пожалуйста. Спасибо. А скидки где? Не побоюсь этого слова. Нет, я просто не стал вас откидывать. А-а-а! Ну, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Ух! Серьезно, Андрюс, спасибо тебе большое. Приходите. Было очень вкусно. Желаю тебе удачи. Спасибо. Процветание. Всем до свидания. Вам так же. До свидания. Пока, девчонки. Всем пока. Вас любим. Пока участники прощались со звездными гостями, требовательный посетитель попробовал прорваться на кухню. Можно я к вам зайду и вас научу готовить? Нет, ни в коем случае. Сюда заходить нельзя. И специи у вас нет, да? У нас есть специи баклажаны, заправленные чесноком. Молодой человек, пожалуйста, не отвлекайте меня. Ну, почему вы врете? Возьмите книгу и напишите там. Ну, вы врете, у вас пресный, обычный пресный. Но на дубах, на дубах. Отойдите, я позову сейчас охрану. Отсюда отойдите. У вас какой-то тоталитарный, какой-то ресторан непонятный. Тоталитарный какой-то. Ещё что-то здесь едят, кого-то приглашаете. Ужас какой-то. Забирайте. Арам намеренно не стал вмешиваться в сложившуюся ситуацию, чтобы проверить, как участники выйдут из неё сами. Ну что ж, друзья мои, состоялся этот ужин. Хотелось бы услышать ваше мнение. Валера, я тебя слушаю. Ну, сегодня шеф-повар Ахмат, да, он нам очень помог с ужином. Поэтому работать было приятно. Единственное, не хватало человека на мойке. Ребят, может кто-то подключиться, помочь вилке с ножами пока? Олесь, если кто-то помогает. Что они делали по два с половиной часа, скажем? Мне нету посуды. Ну и всё, моя кухня не будет помогать. Делайте мне, ребята, все заняты. Олесь, дай я тебе объясню насчёт приборов. Сегодня реально допустили ошибку. Набирать столько заказов нам вообще не нужно было. Реально мы себя перегрузили. Чушь. Пошла уже не работа. Тань, реально, прости, пожалуйста. Мы к тебе очень хорошо. Но мы не понимаем, почему ребята так подготовились за три часа. Столы берёте вдвоём. Сандро, пять столов, ты четыре. Я рассадку делаю у всех гостей. Ну и помогаю вам, если грязная посуда, я тоже буду помогать её со столов убирать. Ребята отработались у них хорошо. Какая-то замануха с баклажанами произошла. Но это, наверное, из-за того, что их всё-таки, я считаю, надо доработать немного. Они на внешний вид странно выглядят. Три точки вот эти. Это пресное, обычный, варёный баклажан. Вы его хотите. Он не печёный. Он не пахнет дымком, ни грамма. Он по залу. Я видела, когда зашли гости. Восточные люди по внешности. Но они как-то сели и сели. Я про них забыла. И потом уже мне пришёл заказ. Я удивилась, потому что думала, мы вот-вот уже должны закрыться. У них стол 40 минут, ждал, пока у них заказ примут. Я видел реально, как они зашли. Я сейчас в зал выхожу и вижу этот заказ на четвёртый стол. Под закрытие. Я говорю, а вы чё, только у них заказ приняли? Они такие. И Таня не выдержала. Я говорю, чё, они так долго сидят? Да! Саш, Ерин, ты ужасно работаешь в зале. Ты мне извини, конечно. И вот эти чеки, которые ты мне сегодня давал. Можно я свои чеки возьму сейчас? Нет, отсюда ничего не будешь ты брать. Я говорю, я рассчитаю гостей. Сандро двойные чеки пишет. Но я не Сандро. Сандро, ты чё хватаешь-то, я не пойму. Иди отсюда давай. Вообще охамел, что ли? Чек, да? Пошёл вон отсюда идти. Саш, ну, наверное, надо налаживать как-то систему работы в зале. Я не знаю, как с Сандро, у него, может, проблем не было сегодня, Саш. Но у тебя с этим серьёзные проблемы, надо что-то делать. Я думаю, нам не нужно звать больше Ахмеда. Почему? Я не могу больше столько есть. Я ем и ем, как мясорубка просто. Анечка, доешь, пожалуйста, кусочек? Я помою тарелочку. Как кухня работала сегодня? Хорошо мы работали, мы успевали всё, я думаю. Так, в принципе, Чу-Чу или Чи-Чи, как там этот салат? Чу-Ки-Чи. А Чик? Я вся в нём. Да, в переводе означает кисту-злату. В чём фишка Чук-Чука? Чук-Чук, где там Чук-Чук? Ташкент. А Чик? Чук-Чук, где он? Что касается работы зала, Сандро, я очень довольна, его похвалила. Что касается Саши, недовольна, потому что два раза покидал рабочее место. А где у нас Александр, а? То есть я вообще его не вижу. После закрытия не убрал стол. Мы тебя не могли, твои счета проверить вместе с тобой. Считали всё сами, Сандро. Сандро, пожалуйста, Саша Ерина, все счета проверь, потому что сплошная путаница. И с закатами, и с деньгами. Хорошо. Были недовольны обслуживанием Сашиным гостей. Две девочки вот за вторым столом. Саша посчитал им похвалу, которую они не ели. Ты посчитал второму столу похвалу, которую они с собой взяли, две штуки, а ты им две ещё в счёт. Нет, две они съели? Они не съели. Как не съели? Пошли постараться. Девочки, я прошу прощения, Александр утверждает, что две похвалы... Дамы, я же выносил вам похвалу. Нету. Нет. Хорошо. Мы не попробовали ни одной. Спасибо. Хорошо, извините, девочки. Перепутал случайно. Девочки сказали, что не очень он их корректно обслуживал. К сожалению, самая щепетильная вещь – это счёт. И надо три раза проверить. Хочу сказать ещё по кухне. Да. Были критики по поводу меню сегодняшнего... Что, жирно было им в том, или что это было? Ну, вот этим вот молодым людям, которые восточные, плов сказали каша. Не понравилось. Ари, вас обманули, это не плов. Это каша. Нет, это наш плов. Я надеюсь, у вас он тоже не менее вкусный, но у нас он именно такой. Столики, все говорили, что жирно очень. Чехана, слушай, ну мы поскочную еду кто любит. Нет, я говорю просто мнение гостей. Шурпа не бывает постной. Нет, жаловались на баранину. Дай бог им здоровья, я еб с удовольствием. Достало время перекусить, друзья мои. Спасибо. Приятного аппетита. Татьяна, если вы мне правильно помните, вначале говорили, что вы будете там рассчитывать финансы. Ну, не знаю, что-то вы, видимо, меня специально вниманием как-то обделяли. Где вы были, я не знаю. Вы где-то бегали там? Нет, нет, я знаю, почему-то это произошло. Потому что Сандро писал чеки сразу, а Саше приходилось прибегать ко мне на кухню, брать все бумажки, которые он мне относил, а Сандро делал при мне копии. Олесь, один чик-чик и два этих. Смотри, Олесь. Вот, девчат, ну делайте это. Давай ты мне заказ, я сама решу, когда делай. Это можно было уже скалбину. Не надо меня учить, все, заказ есть, иди, я сейчас все решу. Я вот пока принимаю заказ, Саша мне говорит на ухо по поводу пахлавы, что она вставьет столь по одна порция. Я тут же людям предлагаю эту пахлаву, возвращаюсь сюда к кухне, уже эту пахлаву вынесла кому-то Татьяна. Пахлава в стопе тебе передали? Да, да, одна, то, что есть у вас, я ее заберу. Нет, все. А кто ее забрал? Таня прям секунду назад забрала, я сказала. Таня, ты куда забрала пахлаву, Эльбанга? Подвожу итог. В принципе, один грамотный повар способен вдохновить, а и приготовить вот на такое количество гостей, которые сегодня у нас было. А имея таких помощников, еще и больше. Я думаю, что мы сейчас соберемся все в нашей зоне отдыха. Я расскажу вам, как мы будем принимать абсолютно честное решение по покидающим у нас участникам. Идем переодеваться, встречаемся в челлауте. Итак, ужин отработали. Сегодня мы попрощаемся с одним из участников. Предлагаю это сделать по очень простому принципу. Поочередно выходите и говорите, кто из вашей команды является самым слабым звеном. Набравший большинство отрицательных голосов, встанут сюда, и я приму решение. Саша? Я считаю, что сегодня слабым звеном в нашей команде была Татьяна. Татьяна лично мне, она мало помогала, и там те обязанности, которые она на себя сегодня возложила, она не выполняла. Таня у нас, видите, как-то не задалось. Человек постоянно ходит с таким умным видом. Все думают, что Татьяна слабый человек. Татьяна сейчас начинает пускать свои копки. Я считаю, что как Татьяна, так же и Александр, они сегодня были слабыми. У тебя два кандидата. Да, два кандидата. В зале он неграмотный, он не понимает, о чем идет речь. Из него можно слепить человека, но он это не делает. Уходит от работы, уходит от ответственности. Он просто занял сейчас позицию спрятаться. Татьяна. По моему мнению, Саша не справился именно сегодня с задачей работы в зале. Я не приемлю его политику, и, в общем-то, я поэтому проголосовала против него. Ну, то есть человек мне непонятен, он двуличностный, и я не хочу его поддерживать. Итак, у нас получается, что есть два человека, из которых я должен выбрать. Давайте, Татьяна, вы останетесь на диване, а Саша будет кандидатом. Начнем с кухни. Шеф-повар Олеся Ахмедовна. Я считаю то, что вся моя команда сильная. Слабое звено было одно в зале, я не буду никого называть из своей команды слабым. Тогда выскажи, кто же такое слабое звено? Саша Елин сегодня слабое звено из всей общей команды, работающей в ресторане. У него слишком маленький возраст, чтобы правильно сейчас вообще себя подавать и продолжать как бы участвовать в шоу. Если нужно уже назвать худшего, то я назову себя. Я считаю, что, ну, это немного несправедливо с нашей командой вообще кого-то называть. Я хотела как-то коллектив сплотить, сдружить. Короче, я хотела спасти свою команду. Себя только веню. Я претендент на вылет. Ты самая слабая звена? Да. Садись. Что же скажет Валера? Я думаю, что на самом деле вот ее позиция правильная. Я тоже как бы отказываюсь. Ребята нормально сработали. Каждым днем уже тяжелее и тяжелее выбирать худшего. И уже ребята, я думаю, что как-то больше на личные моменты уходят и на соперничество. Потому что в любом случае останется один. У нас, значит, получается, что два персонажа на сегодняшний день. Анна, которая сама себя выдвинула. И Саша Ерин. В финале шесть сильных игроков. И все равно надо принимать решение. Поэтому мы хотели бы услышать ваши последние слова, после которых я приму решение. Саша, начинай ты первый как мужчина. Ну, вот так. Всем спасибо. Хорошо, всем спасибо. Хотелось на позитиве сегодня провести этот вечер. Но не получается. Опять все испортили. Всю картинку. Ну, как бы даже если я уйду, у меня в памяти останется очень хороший день. Все, что ты хочешь нам сказать? Ну, я потом каждому отдельно скажу. Хорошо, принимаю свое непростое решение. Простите меня, конечно. Саша, вы покидаете проект. Ой, иди, ты так. Я еще не умолк. Сегодня был холодный расчет. И участники, которые меня выдвинули на голосование, видимо, это как-то было спланировано. Ну, лишний я был. Лишний. Чем ближе финал, тем люди становятся более агрессивны. Но я с этими людьми познакомился, благо, заранее, до того, как дошел до финала. Поэтому я всем желаю успехов, наверное, да. Но болеть я буду, конечно, за Сандро, наверное. По-мужски, ну, как мужская солидарность. Ребята, последняя неделя. Забудьте интриги, проявляйте себя ярко. Вот Саша пример человека, который не проявил себя никак. Вот я считаю, что справедливо было замечание к тому, что он сегодня был вот меньше всех заметен. Поэтому проявляйте себя ярче. Сейчас уже стесняться нечего. На этой замечательной ноте я хотел бы с вами попрощаться. До завтра, друзья мои. Олеся, а ты не хочешь после доски мутнуться на посуду? Ага, провоцируете меня, значит, да? Нет, я не пойду мать посуду. Ни одна должность ресторанного бизнеса мне не нравится, потому что это неблагодарная работа. Все, я суться, я не хочу этот бред вообще. О чем ты говоришь сейчас? Какой бред, Аня? Вот ты сейчас ведешь себя как абсолютно непрофессионал. Хотелось ему в лоб треснуть подойти, если честно. Поехали! 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 Продолжение следует...